О, хей, мои дорогие! Маугли здесь! Добро пожаловать на мой канал и чувствуйте себя как дома, потому что гостем сегодня чувствовать себя будет господин Евгений Леонов. И это, конечно же, не тот Евгений Леонов, который снимался в фильмах «Полосатый рейс» или «Джентльмены удачи», актер театра и кино, а это Евгений Леонов, ученый, который прибыл из Белграда в Америку для того, чтобы участвовать в конференции, но по каким-то причинам он оказался заперт вот в этой комнате, и теперь он не знает, что ему делать, и нам нужно как-то выяснить, что происходит, и попробовать как-то выйти отсюда. В прошлый раз мы с вами закончили, и мы нашли пленку для фильма, мы позвонили с вами даже по какому-то телефону, насколько я помню. Давайте глянем, что у нас в инвентаре есть. Так, вот у нас есть фильм. Давайте сразу его глянем. Использовать мы можем его поставим вот сюда и посмотрим, что за сказочку нам покажут. Давай посмотрим. Пошло, пошло, пошло. Так, что здесь? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запускайся уже. Вот этот знак какого-то ДНК, или что, ориентация комнаты номер 297. М-м-м, это наша комната, кстати. Ориентация? Может быть, это какой-то эксперимент, может быть, наш ученый стал частью какого-то заговора или эксперимента над людьми. М-м-м, вот смотрите, показывает у нас этот сейф. В котором, кстати, был фильм. Так, погоди, погоди, что это? Вот этот знак, знак какой-то ДНК, не знаю, что это. Подбор символов. Ага, вот это вот нужно запомнить. Ребят, H, значит, две таких... Ага, он останется, значит, так. Окей. Похоже, это все. Слушайте, где мы видели с вами такие символы? Вот это дело мы уже с вами открыли, поэтому здесь ничего интересного нет. Ага, вот здесь вот у нас осталась такая вот штукенция, но мы не знаем, какой там код был. Ладно, нам нужно где-то найти. Половину этого кода мы знаем, а вот этот мы не знаем. Так, смотрите, мы еще с вами в прошлый раз нашли блокнот. Блокнот... А, нет, блокнот это у нас ящик с инструментами. М-м, какой-то еще мы с вами нашли записку, где была сказана... Так, телефонная книга. Посмотрим. Ага, позвони ему. 48-151. Пошли, сейчас сходим, посмотрим. Плохо, конечно, что этот проектор, он шумит. Здесь у нас шумит дождь. Там у нас шумит проектор. Вот наш телефон. Так, смотрим еще раз. Что же там за... 48-151. Давайте наберем, посмотрим. 48-151. Такое ощущение, что кто-то помогает нам, оставляя вот эти самые записки. Это уже не первая на записках, кстати, с подсказкой. М-м, занято. И что? И все, да? 48-151. Попробуем еще раз. Ну вот, гудки же длинные идут. М-м, занято. То есть он сбрасывает. Вообще есть такая функция, когда ты сбрасываешь, не нужен тебе звонок, то там идут гудки, как будто занято. А, хорошо. Что у нас еще осталось? У нас осталась загадка, связанная вот с этими штуками. У нас также осталась вот какая-то подставка непонятная. Конкретно очень непонятная подставка. Что туда ложить, я даже внимания приложу. Посмотрим, что у нас. У нас кольцо, кстати, с какими-то символами. У нас есть карандаш и крючок, который мы можем вроде как даже с чем-то комбинировать. Можем попробовать. Тарелка, знак, мыло, подставка, журнал. Так, посмотрим, что у нас здесь. Нет, значит, нашу вешалку мы должны комбинировать с чем-то другим. А как насчет карандаша? Карандаш мы не можем комбинировать. Кольцо мы можем комбинировать с чем-то. Давайте попробуем. С мылом, да. Это уже просто догадки пошли. Ладно, давайте еще смотреть. Что у нас здесь? У нас был, кстати, телевизор здесь. Телевизор, в который... Так, это у нас расписание. Расписание наших выступлений. Так, здесь все пусто у нас. На телевизоре нам показывали какое-то загадочное лицо. Не совсем понятно, что... Чего это лицо? Какого-то бородатого мужчины. Оно не всегда ясно сразу видно, оно проявляется через какое-то время. Ну-ка, вот сейчас в темноте намного яснее видно. Так, что здесь у нас? Это здесь закрыто. Здесь какая-то... Лампочка мигает. Давай вырубим телик. Что-то он немножко жути на меня нагоняет. Так, смотрим, смотрим. Это у нас... Что это? Ага. Это просто обращение к... К нам. Так, ну что, давайте думать. Давайте думать, что же нам делать дальше. Вот это подставка под что-то. И здесь вот такая прорезь. Может быть, туда нужно вставить тарелку? Мы нашли какую-то тарелку. Мы можем ее осмотреть. Тут, смотрите, какой-то символ непонятный. И вроде как этот символ тоже есть на доске. Давайте попробуем. Не могу это использовать, нет. Все, вот смотрите, здесь какой-то символ все-таки есть. Странное. Для чего нужна эта тарелка? Да, я хотел ее в граммофон поставить, конечно. Да как будто бы я начала звучать. Ладно, пойдем дальше. Посмотрим, что у нас еще есть. Сюда явно что-то должно вставиться. Вот с такой выемкой. И с прорезью. Но пока что ничего подобного мы не нашли. Эти ящики у нас не открываются. Они заперты. Да, нам, очевидно, нам нужно... Для того, чтобы пройти дальше, нам нужно здесь решить вот эту головолу. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Здесь вот написано. Выключи их и посмотри для меня. Там на картине, когда мы выключали свет, у нас была комбинация красный, синий, желтый. Что если мы попробуем в обратном порядке сделать? Здесь мы сделаем желтый. Здесь мы сделаем синий. Здесь мы сделаем красный. Нет, смотрите, не работает. Значит, нужно что-то другое. Должна быть какая-то связь. Никакой подсказки особо вроде как не видели. Хотя, если осмотреться, может быть, мы что-то подобное и найдем. Вот это явно какой-то шифр к чему-то. Какой-то головоломки, которая, может быть, появится чуть позже. Давайте пока посмотрим, может быть, на цвета. Может быть, есть какое-то сочетание цветов, чтобы мы могли понять. А это что у нас с тобой здесь? Какой-то вымпел висит непонятный. Так, смотрим, 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 что у нас здесь. Это все мы осматривали уже на тысячу рядов. Так, какая-то картина полустертая. Здесь виден глаз. И что-то еще. Неужели нужно будет методом проб и ошибок просто подбирать нужный шифр? Я не очень люблю такие головоломки, которые просто решаются тупым подбором. Пока что логической связи я никуда не вижу. Давайте еще глянем. Что у нас здесь может быть? Красный. У нас здесь тоже красный. Зеленый. О! Слушай, это... Я случайно это сделал. Я реально случайно это сделал. Ну, серьезно. Так, мы видим здесь вот этот символ, который был показан в диафильме. В фильме, точнее. У нас есть... У нас есть внешнее кольцо, и у нас есть внутреннее кольцо. Внешнее кольцо двигается вместе с нижним кольцом. Значит, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь H равно две вот таких вот. Одна скобка и одна скобка с точкой. Что бы это значило? Давайте найдем H. H равно... Ага, вот, смотрите. Вот так. Вот так. Смотри, ну, вот... Явно этот... Вот H и этот символ. И что? Не совсем понятно. Может быть, последовательность должна быть соблюдена? То есть, на H должно стоять... Вот это наш символ. А последовательность должна быть... Где она должна быть? Не совсем понятно. Ладно, будем сейчас разбираться. А знаете, что, по-моему, до меня дошло? То есть, вот эта комбинация, каждая из этих комбинаций, из этих символов соответствует определенной букве. Представляете? И мне для того, чтобы допереть до этого, мне пришлось... Я буквально, ну, физически взял бумажку, ручку, перечертил эти символы и думал, буду сейчас смотреть на эту головоломку. И тут меня осенило, что оказывается, видимо, какое-то слово зашифровано. То есть, мы ставим H на вот этот символ, а затем мы сейчас прямо в реальном времени... Вот у меня ручка в руках. Вы, конечно, не видите, но знаете, что это так. Бумажка у меня здесь есть, вот можете... Слышите, да? Она шуршит. Итак, сейчас мы в реальном времени должны будем составить какое-то слово, исходя вот из этих символов. Итак, первый у нас символ это ромб с длинным низом. Давайте смотрим, где он у нас находится. Так, 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 ромб с длинным низом у нас... Соответствует букви D. Отлично. Затем у нас ромб с высоким верхом. Это Y. Дальше у нас идет... Так, это у нас идет треугольник, который смотрит налево. Так, смотрим, где он. Треугольник, который смотрит налево. Это S. Дальше у нас скобочка идет. Скобочка, это у нас... Скобочка, кстати, которая углом повернута влево. Скобочка углом повернута влево. Так, это у нас T. Дальше у нас идет ромб. Еще один. Следующая буква это... O. Дальше идет у нас буква L, как бы русская. P. Затем у нас идет... Так, у нас идет скобочка с точкой, которая смотрит налево. Скобочка с точкой, которая смотрит налево. Это I. И у нас идет ромб. И у нас идет ромб с длинным левым концом. Это у нас буква A. Таким образом у нас получается слово dystopia. Итак, воспользуясь словарем, мы перевели слово dystopia как противоположное понятие утопии. Знаете, есть такое понятие утопия, то есть место, где все хорошо. Dystopia означает место, где все плохо. Или также это имеет значение с медицинской точки зрения. Это расположение органов в каких-то необычных местах. И здесь вот эта надпись меня смущает. Выключи их для того, чтобы посмотреть... Посмотреть... А, и посмотри для меня. Выключи их. Я даже не знаю, что здесь еще можно выключить. Может быть, можно выключить как-то свет. А можем, да, вырубить эту штуку. Смотри, она просто показывает... Показывает просто вот этот шифр. Мы его уже перевели. Так, что, попробуем выключить везде свет. Я не знаю, что еще здесь просто можно выключить. Вот я вырубаю здесь свет. Я вырубаю свет здесь. И что у нас остается? Единственное место, куда мы можем посмотреть... Так. Этот у нас, значит, полностью не вырубается. Остается только вот так вот светить. Единственное место, куда мы можем посмотреть, это вот телек. Так, ну-ка. Он вырубается здесь вообще? Ну-ка. Давайте вообще вырубим весь свет. Я не знаю, что произойдет в этот момент Вообще полная тьма А теперь попробуем запустить телек Я не знаю, как это сработает, но Посмотри для меня Что-то посмотреть для тебя Давайте, вот оно, лицо это появляется Значит, мы можем только с телеком вот так вот взаимодействовать Никакие регулировки здесь не работают Да, вот я смотрю на тебя На это лицо Господи, что он имеет ввиду? Место, где все плохо А что, здесь вроде две комнаты И особо-то Нет никакого места, где все плохо Так, здесь все заперто, это дело Мы выйти никак не сможем Он вроде как бы смотрит и проявляется Потом исчезает опять Я смотрю на тебя Парень, что ты хочешь мне сказать? Если это реально Иисус Тогда у нас есть Библия Но мы не можем совместить Библию с телевизором Или можем? Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас с этой Библией Мы можем просто смотреть ее и использовать Ну, конечно же, да, мы не можем ее использовать Я не могу это использовать, конечно А может быть, слушай, а может быть книгу нужно было положить вот сюда? Стоп Ну-ка, врубай свет Не знаю, не знаю Может быть Так, книга, книга Использовать Я не могу это использовать Что-то вот сюда нужно положить Может быть, браслет? Или мы уже пытались это сделать? Нет, браслет с чем-то нужно скомбинировать С тарелкой Ну, тогда бы у него тоже была Опция комбинации Ладно, врубаем свет, чтобы было не так печально Пойдем сейчас еще смотреть Какое-то здесь должно быть упоминание об утопии Так, что у нас здесь? Ручная активация Только авторизированный персонал Допускается Для того, чтобы это сделать Что вот с этой штукой у нас? Она неактивна Здесь горит лампочка И открыть мы эту штуку тоже не можем То есть, вот смотри Она ведет сюда вот этот провод И здесь, когда мы нажимаем Говорит Должна быть какая-то рукоятка Вот сюда, видимо, вставляться Но какая рукоятка? Эта штука у нас открывается Сила это машина, природа это невежество Мы наука Так, ладно Нам как-то эту штуку надо открыть Нам нужна какая-то рукоятка Блин, где же ее найти? Ладно, будем искать Ага, теперь я понял Для чего нам нужно было выключить Там было написано Выключи, чтобы увидеть Увидеть Их Вот Вот этот шифр Этот шифр у нас В первой комнате В которой мы только очнулись То есть То есть вот так вот Да Мне удалось подобрать Это по чистой случайности Значит, эта Надпись была как раз обращена К этому шифру Давайте попробуем Может быть опять позвонить Этому челу Может быть он уже освободился Так 48 151 у нас Да Мы же вроде как Уже решили Одну головоломку Ну давай, давай Ответь же уже Мы дальше не знаем Куда двигаться Нет, он сбрасывает Он сбрасывает засранец Не хочет нам помогать А еще ведь у нас есть Ванная комната В которой вот есть Эта страшная головоломка Которой мы так и не поняли Как пользоваться Так Для начала я предлагаю Выключить это чертово радио Оно реально писит Ммм Что мы можем сделать здесь Так, сбросить Давайте сбрасываем это все Смотрите То есть здесь вот Такие вот символы Все синенькие Если мы нажимаем на один из них То ряд до какой-то степени Сдвигается вниз Как-то немножко А А, все понятно Смотри То есть в зависимости от того Какой символ Такие Эти квадратики Кубики Они сдвигаются Смотрите Если это вот Символ вот такой То есть палочка То сдвигаются все Которые идут вот так в ряд До синего соответственно Если мы нажимаем здесь То здесь тоже вот вроде как Она сдвинулась Но здесь больше некуда двигаться Если вот так нажимаем То оно вот сюда пошло Так, давайте попробуем Может быть нам Нужно утопить все Вот эти кубики Таким образом Чтоб они были Потому что вот смотрите Когда появляется Вот такой символ Уже темный Темная замочная скважина Красная То они уже не активные То есть с ними уже ничего сделать нельзя Значит Мне кажется Что мы на правильном пути Что вот как раз их утопляем Нам нужно Видимо трансформировать Все их Чтоб все они стали Вот как раз вот такими Да Давайте сейчас попробуем Это все дело решить Короче говоря Я практически Не знаю Наверное Час или даже полтора Пытался решить эту головоломку Не смог этого сделать Вот просто Не хватает у меня мозгов на это Я понял Что все вот эти красные ключи Нужно сделать таким образом Но как это сделать Я не знаю И Похоже что никто не знает Что ж Ладно Пойдем дальше Я не знаю Нужна ли Эта головоломка Для прохождения Дальше по сюжету Или нет Но так или иначе Я вот что интересно Еще обнаружил Мы доставили с вами документ К этому фильму Как раз И здесь Вот есть Если вы найдете что-то Так давайте прочитаем Что здесь Инструкция по контролю Ответственна за комнаты АДИ-Ай Закончив с проверкой Пожалуйста Поместите в фильму Котейнер За пределами контрольной зоны А Господи Это тут целая инструкция В случае обнаружения Чего-либо необычного Пожалуйста Свяжитесь с контролем Центра по номеру 01138 Давайте Позвоним просто А что нет Тот у нас номер Телефон не работает Может быть Это сработает 01138 Ну Ответь же Кто-нибудь Доктор Леонов Прошу вас Вы не должны Набирать этот номер Примите лекарства И ложитесь спать Не звоните сюда больше Ты что Охренел что ли Боже 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 Тихо Что происходит Что Бать твою происходит Где мы Блин Сгиблин Что за комната Запертая комната И маленький Телефон Телефон у нас Не работает Не активен Есть только Таблетки Которые мы можем Выпить Вроде как Опять у него Приступ безумия Похоже начался Мы опять Выпили таблеточки Вот он Закрывает глазки Спи Моя радость Усни Утром Проснешься Я в крови Что это такое Свет Пошли сюда Так Вторая дверь Вторая дверь Тоже активна Была Значит Значит Это что Она тоже Открывается И нам нужно Как-то сделать Выбор В ее пользу Может быть Да Смотрите Вроде как Две калитки И мы приходим В одно и то же Место Да ну-ка Давай откроем Вот эту Посмотрим Изменится ли Что-нибудь Так Ничего Да ничего не изменилось А что Должно изменится Должно как бы Делать выбор Определенный Так Давайте-ка посмотрим Может быть Здесь есть какая-то Подсказка Куда идти Да вроде нет Какие-то Картины странные Дверь отломанная Валяется Ну ладно Пойдем Меня всегда Взапновляют игры Где сюжет И головоломки И выбор Последующий Они продуманы Очень хорошо То есть Для того чтобы Сделать правильный Выбор Тебе Дается Какая-то подсказка Что же сделать Что же необходимо Сделать А не просто Знаете Ну как бы Наугад Наугад Что-то нажимай Смотрите Мы попали с вами В бесконечный коридор И он не заканчивается А нет Закончился И куда дальше Пойдем сюда Вообще без понятия Пока что здесь Нет никаких даже Намеков На подсказку На подсказку Да Хорошее небо Обожаю Когда в солнечный И зимний день Идет снег Просто потрясающе Ну что Куда пойдем В эту Вроде как В правую дверь Путь короче Немножечко Немножечко Ну и что Там подскажешь Дорогой Мой друг Во Смотрите Опять Опять коридор Стал длинней Может быть Это не зависит В какую дверь Мы идем Просто мы Должны пройти Несколько Кругов Ну давай Пойдем опять сюда Посмотрим Что это даст Если даст Вообще Ног главного героя Мы не видим О опять Смотрите Короткая Короткая Здесь уже Два шкафа Стала нет Никакого Пойдем сюда Знаете Если ты заблудился В игре То есть такое правило Правого и левого Поворота То есть Что бы ты ни делал Всегда поворачивай Налево И даже если ты В самом страшном Лабиринте находишься То рано или поздно Ты пройдешь его Потому что Ты будешь держаться С одной стороны И обязательно Выйдешь Посмотрите Мы вышли вроде В комнату С двумя шкафами Если мы пойдем сюда Мне кажется Мы опять попадем В комнату Со шкафом И столом Проверим Верность моей гипотезы Да Совершенно верно Значит Когда мы с вами Дойдем до Комнаты С двумя шкафами Мы повернем С вами В другую сторону В другую дверь Зайдем Может быть Здесь просто нужно Чередовать Или методом Пропа и ошибок Выбрать Нужный Нам маршрут Пошли сюда Вот здесь должен быть Сейчас очень длинный коридор Да Похоже на то Так Ну что Сейчас выбираем Правую Давайте попробуем Почередовать Посмотрим Почему это приведет Бедный Евгений Леонов А Вот съездил В Америку Смотрите Коридор Вообще Не заканчивается Эй Выпустите меня О Слушай Где Евгений Написано На Проекторе Где Евгений Евгений потерялся Блин В собственном Подсознании Так Использовать мы это не можем Ну что Куда идем Давайте Сюда Как мы и хотели А сейчас Видно будет Если мы придем В комнату Со шкафом И столом Тогда значит Мы сделаем Неправильный выбор А если нет Значит все Тип-топ О Смотри Телек Телек С Иисусом Не Так еще Какой-то силуэт Показывает лица Профиль А здесь Что у нас Значки Какой-то Не знаю Что это Два кружка Соединенных Какой-то Палочкой Так Ну что Идем сюда Мы же вроде Чередуем Вот подстава будет Если мы придем В самую начальную комнату Значит Нам весь маршрут Нужно будет повторять Заново Ну вроде нет Вроде коридор длинный Значит Все нормально Туалет Таблетки Так Блин Ну вот Пришли Ёкарные бабай Ну ладно Повторяем все снова Значит так В прошлый раз Мы повернулись с вами Налево Значит Сейчас мы повернем Опять направо Посмотрим Сработает ли До сих пор Последовательность была такая Право-лево Право-право Мы так выбрали Ну-ну-ну Не томи душу Скажи что мы О! Все верно Мы Наука Написи Вот этой Двери Ну что ж Это радует Вы Наука Ученые на самом деле Это особый вид жизни Так смотри Мы Наука Опять Все повторяется А пошли-ка назад Вроде там Дверей Больше никаких нет Пойдем назад У нас в Лерес Офир было Что-то подобное Но пока что Смотри Ничего не происходит Ну-ка ладно Посмотрим Может быть Можем как-то Так Ладно Я понял Где-то должен быть Здесь проход Давайте его искать Или мы просто Должны наворачивать Круги Давайте Походим Кругами Так Вроде По часовой стрелке Мы шли Ладно Вы наука Какой-то Второй круг Мы уже Так Так О Смотри-ка Точно Вышли Потрясающе Так Что у нас здесь Радио А это что за Куб какой-то Непонятный Ну-ка На этом На этом Многограннике Был браслет Такой браслет Это на Атлас Похоже Из Tomb Raider Был браслет И браслет Видимо Можем как-то Совместить Ну-ка Вот такая И у нас И у нас есть Куб Попробуем Совместить Это кольцо Наденем Его на Куб Да Сработало Странный Предмет Комбинировать Еще с чем-то Еще один Наверное Браслет Давайте поставим Может быть Может быть Это что-то Изменит Не могу Это использовать Ну явно Здесь чего-то Не хватает Ладно Давайте осмотримся Что у нас здесь Дверь Это закрыто Все Так Это ничего Не меняет Это мы видели Таблеток Вон целая куча Так что Погалюцинировать Мы с вами сможем Любое Удобное нам время Что это у нас здесь Ящики 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 Так Что у нас здесь А здесь ничего А это мы уже с вами Все открывали Дело Пойдем дальше Только не Я надеюсь Что нам не придется Идти В ванную И решать Эту страшную Головоломку Может быть Попробуем Позвоним По тому номеру Помните Который был у нас Так Сейчас найдем его На записочках Смотрите 48 151 Может быть Он освободился Ну давай Давай Бери трубку Занято Но это явная Подсказка Нам кто-то написал Созвони С ним Что у нас в ванной Кстати А в ванной Все так же Эта головоломка Просто ждет Нас ждет Когда мы ее Сможем решить Ладно Так Надо подумать Значит Нашему кубу Не хватает Одного кольца А по-моему У нас где-то еще Одно было Давайте попробуем Его совместить Оно лежало У нас Кстати В тумбочке Под Этим Патефоном Проигрывателем Пластиночным Так Смотри Эй Тихо Тихо Вот Странный предмест С двумя кольцами Использовать Ну-ка давай Врубай О Отлично Управлять Мы можем Им управлять Эээ Что? Повернуть А Вот оно что Одно кольцо Есть у нас И у нас Есть второе кольцо Смотри Ну явно Нам нужен Какой-то рисунок Здесь Похожий Вот на эти символы По-моему Какая-то грань Здесь была Подобная Или нам просто Нужно тупо Посмотреть На рисунок Рисунок У нас значит Следующий Так Давайте смотреть Значит Что? Что у нас Тут есть? Они должны Быть значит Вертикально Расположены Это я понял Так Тихо 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 Давай Бери Так Давайте возьмем Сначала Вот это Кольцо Оно Должно Быть Вертикально Или Горизонтально Так Как Как Прощать Так Значит Кольцо Кольцо Которое у нас Сейчас Здесь Оно Должно У нас Сейчас Дайте Сообразить А вот Так Вот так Прям И Расположено Да Просто Тупо Вертикально Давайте Его Прям Да Вот так Вот так Вертикально Сейчас Мы его Сделаем Ровненько Ну что Красота Теперь Мы должны Выбрать Другое Кольцо Посмотрим Как У него Расположены Рисунки Так Смотрим Смотрим Рисунок У него Должен Его Нужно Перевернуть Сколько Я понимаю Так Вот так Переворачиваю Да Отлично Теперь Вот так Сейчас 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 Сделаем Как То Так Оно Должно Блин Не могу Привыкнуть Вот так Так Все По-моему Так идеально Так Давай Вот на это Кольцо Еще Вот так Оно Должно Идти Что-то Типа Того И Теперь А на Кубе У нас На Кубе Кто Из вас Был На Кубе На Кубе Должны Быть Вот Такие Вот Хреновинки Ох Господи Как Это Все Запомнить Ладно Давайте Попробуем Просто Поподбираем Тупо Что-то Подобное Треугольники Какие-то Должны А Вот Они Что-то Что-то Типа Того Ну Да Вот Какая Такая Ерунда Но Их Тут Целая Куча Смотри Этих Рисунков Божечки Мои Как Это Все Дело Подобрать Ох Ты Бог Ты Мой Удалось Совместить У 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 Страшный Знак Он Наблюдает Кто Он Наблюдает Короче Кто-то Он Наблюдает Легко Было Как Сориентироваться Что на Каждой Грани Там Внизу Была Такая Стрелочка То есть Она Показывала Низ Низ Этого Рисунка И Поэтому Можно Было Так Так Что Мы Да А Мы Здесь Уже С вами Нашли Нужное Нам Слово Это Слово Дистопия Нет Она Вот так Пишется Так Ди 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 Где ты Так Ти Оп Кюар Стей Дистопия Дистопия Ох Не в ту сторону Начал Крутить Ну ладно О Войти О Сработало Открыто Мы Написано We Глаз Опять Ты глаз На меня Смотришь Что это У нас Рукоять Какая-то И записочка Давайте Почитаем Ирэн Сиду Обнаружен Мертвой В Белграде Ирэн Сиду 38-летний Французский Психолог Автор Новой Книги Анализ Человечества Обнаружена Мертвой Белградской Крепости Прошлой Ночью Господа Сиду Считалась Пропавшей С того Дня Когда Она По таинственным Причинам Пропустила Свою Презентацию В рамках Конгресса ЕСПА Проходившего В прошлом Месяце Сербская Полиция Обнаружила Тело Неподалеку От Кустарников Крепости В настоящий Мемент Неизвестна Причина Смерти Или Имела Ли Место Убийство Вот Такие Вот Пироги Значит Ее Завалили Ладно Мы с этим Раскитались Рукоять Нам нужна Была Вот Сюда Она Говорила Что Нужна Рукоятка Чего Не Хватает Давай Запускай Колымагу Крути Шарманку Друг А Это У нас Музыкальная Шкатулка Типа Должна Открыться Дверь Насколько Я понимаю О Ну Ка Что Там Я Нифига Не вижу Что Написано А что Здесь Написано Ты Ты Подходишь Все Ближе Надпись Здесь Очень Темная Гамма Добавим Немного Света Так Что У нас Попытки Три Локт Закрыто Опять Какая То Гололомка Ну И Че У нас Три Попытки Для Того Чтобы А Нам Нужно Повторить Мелодию Я Понял Ну Нет Проблем У нас С Музыкальной Ой Ну Ну-ка По-моему Я запомнил Первое Нет 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 Вот Сейчас 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 Тан 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 Ну-ка Во Не-не Стук Стоп Пошли Еще раз Послушаем Он Мне Нараз Такие Гололомки Угу Первый Значит Тан Нет Вот так Не-не-не Вот так Ой-ой Тан 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 Во Ха-ха-ха-ха Что сработало? Ну конечно с первого раза Ё-моё Что я зря что ли в музыкалке учился? Так Ой-ой-ой Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Успокуха Че это Че за красный свет? Ё-карный бабай Быстро бежим Хватаем Машина Машинка Нам что-то нужно написать Че написать-то? Ааа Сейчас кто-то придет за мной Смотри Явно что-то нужно написать Ладно Без паники Вряд ли здесь Какие-то будут испытания на время Вот и там Какой-то Охренеть Так там же целый Какой-то исследовательский корпус Ааа Так Что это у нас Наблюдательный центр? Эй Давайте сначала осмотримся Больше не работает Вот это плохо Потому что У нас теперь нет возможности осмотреться Ладно Может быть это и не так важно Смотрим Что у нас здесь есть Мы можем сюда пройти Так У нас вот есть керосинка Надо зажечь эту лампу Да Отличная идея Кстати Что у нас там? Зажигалка же была какая-то По-моему Да Комбинировать? Нет Использовать Не могу это использовать Не хватает чего-то Ему чего-то не хватает Шампунь Гель для тела Явно мы этим не зарядили Нашу зажигалку Пачка сигарет Тарелка Бычок Нет Это все как-то нелогично Немножко Так Смотрим Что у нас здесь Очки Очки по-моему Просто мы их взять не можем Так Почитаем Что у нас здесь написано Жизненный опыт Это все В конечном счете Это и есть мы Мой опыт говорит мне Что наука и общество Тесно связаны Неразрывно Будучи гуманистами Мы обязаны использовать Науку и технологию Для улучшения человеческой жизни Они должны стать Инструментами достижения Общественных важных целей А не вести нас В замешательство Наука должна служить Общественной практике И культурному развитию А они в свою очередь Должны служить Науке Все ясно Это размышления Так что у нас еще здесь Доброе утро Дорогие коллеги Я немногословный человек Потому постараюсь Выразить свою благодарность Максимально емко И лаконично Я рад присутствовать На этом конгрессе И я бы хотел поблагодарить Всех своих коллег Благодаря которым Я смогу сегодня быть здесь Избрание Председателем конгресса Значит очень много Это поистине большая честь Я чрезмерно прошел Я через многое прошел Чтобы оказаться здесь И стать тем Кто я есть Меня привела сюда Не только наука Мой прошлый опыт Слепил Из меня Врача И личность Доктор Евгений Леонов Его Не понял Его речь То есть кто-то мне подготовил Речь Слушай А не могли они просто взять Взять и Подменить меня То есть меня заперли В этой комнате А там кто-то за меня Должен говорить Речь Может быть какой-то клон Смотри О Потрясающе Мы должны еще найти С вами какое-то важное место Слушай Вот это жесть Это очень круто Слушай Головоломки здесь Просто потрясающие Они конечно Немножко выбешивают Как Типа той Ванной Но они действительно Не однотипные Они разнообразные Они увлекательные Ну что Я думаю Впереди у нас ждет Еще много приключений И здесь Мы продолжим Это дело В следующей серии Поможем нашему Другу Евгению Ливонову Все-таки Спасти свою шкуру И наказать Всех негодяев Спасибо вам большое Что смотрели С вами был Маугли Ставьте лайк К этому видео И подписывайтесь На канал Конечно Всегда Оставайтесь На высоте И Покедова Покедова